Всем привет! Я Лени, художник и комиксист, и сегодня я хотела бы поделиться с вами рассуждениями на тему восприятия искусства. Однажды я увидела слова от Тамары Идельман с вопросом, оправдывает ли искусство закрытые глаза, и что для нее однозначно нет. Это было видео про Лени Рефеншталь, которая была режиссером и фотографом во времена Третьего Рейха и после. Но, наверное, большинство помнят ее по фильму Олимпия про Олимпийские игры, которые прошли в Третьем Рейхе до Второй Мировой. По-моему, его кадры были клипером Штайна Стрипт, и даже по этим кадрам вы можете оценить, какой дух передавало то, что она делала. Сама она говорила, что была очарована Гитлером, и ее вина и ошибка, что она не увидела в нем демона. Сейчас мы уже не узнаем, правду она говорила или нет, но для меня интереснее всего комментарии, которые люди оставили под этим видео. Кто-то говорил, что она приспособленка, кто-то, что легкомысленно, но гениально. Это вообще очень интересный тезис, ничем не интересовалась, ничто ее не касалось. Особенно так стараются жить многие, в кавычках, творческие личности, она не одна. И я не могу знать, кому это отсылка, к тем, кто сотрудничает, например, с путинской пропагандой, или просто к людям, которые делают что-то еще, кроме стараний изо всех сил ей противостоять. Я видела и такое, и такое мнение. Противоположный тезис. Оправдывает. Лени никого не убивала, зато с ее помощью мы можем увидеть мир глазами людей того времени, понять, что их очаровывало. Пропаганда работала бы без ее фильмов, но с ними есть эстетический памятник эпохи. Мне кажется, это очень интересный и обдуманный комментарий. И, напротив, были такие, что это не искусство, если нет цитата «чувства мудрые и добрые я в людях пробуждал». Ну и последняя цитата, которую хочу привести. «Ну, она выбрала искусство, свою работу и долгую жизнь. Может, сначала очаровалась бюрером, а потом осознала, но не могла уйти. Кто знает, чтоб с ней сделали. Не оправдываю, но, наверное, я могу понять». И, наверное, это больше всего приближается к какому-то более жизненному ощущению, как могут себя люди чувствовать в моменте жизни в не лучших условиях, скажем так, в не лучшей стране. От себя хочу сказать, что искусство совершенно не равно только призывам к светлому и доброму. И даже призывы к чему-то светлому и доброму могут не выглядеть как чувства светлые и добрые, а наоборот, выявлением чего-то ужасного, что не должно быть. И, в конце концов, то, что она делала, не воспевала зверства. Поэтому и вопрос про искусство и закрытые глаза, а не что есть искусство, а что нет. Опять же, глядя на тот же клип Рамштайна, мы можем понять, что это явно отсылается к греческому, римскому искусству. Античностью сильно веет, и я бы не могла сказать, что нет, это не искусство, это что-то пошлое, паршивое и подражательское. И, правда, благодаря ней мы можем видеть, чем привлекателен был этот режим и образ человека, который он продвигал. Что многие, видя Олимпиаду, не замечали еврейских паромов, депортаций и, в целом, человеконенавистнических тенденций. Люди приезжали на Олимпиаду и также этого просто не замечали. Видя, например, торжество и величие образа человека. И обе эти стороны, зная уже, к чему это привело, это часть истории, нашего опыта, на котором мы можем стараться учиться и не допускать повторения. Люди, которые делали памятники той эпохи, могут нам быть отвратительны. Но мне кажется, что не искусство и его качество оправдывает закрытые глаза, а то, что она никого не убивала и не призывала к этому. Она не была организатором, не исполнителем. Это не делает ее хорошей, но и преступникам тоже не делает. Насколько я знаю, ее в результате назвали попутчиком режима, что, мне кажется, наиболее правильно отражает это. Ее оправдывает не то, насколько важны были ее работы или насколько они хороши, а то, что никто, в том числе автор, не обязан жертвовать собой и своим делом ради того, чтобы не связываться с кем-то плохим. Ради того, чтобы разузнать все о нем. И тем более, чтобы раскрыть глаза другим. Виноваты только те, кто делал это плохое. И институты ответственны за то, чтобы не было на что закрывать глаза и закрывающие их сами. Я понимаю, что к современникам, тем более каким-то образом знакомым, мы чувствуем антипатию острее. Но даже не соглашаясь с автором, в результате его произведения мы можем видеть как отражение времени. И то, что его сформировало, и то, чем он жил, и что со временем станет нашим прошлым. Караваджо был убийцей, но это не значит, что нельзя смотреть на его картины. Пикассо тоже должен был бы сидеть, а не рисовать на свободе, будто искусство оправдывает насилие. Меня скорее бесит, когда умалчивают и превозносят автора, его позицию и душевную высоту. Как будто его преступление — это не то, что вот этих вот обычных низких людишек. Это умалчивание или переиначивание и лишает понимания контекста и места автора в обществе того времени. И просто несправедливо. А как я уже много раз говорила, меня бесит то, что кажется несправедливым. Если бы я была современницей в 30-е-40-е, наверное, я бы также бесилась, глядя на многих. В том числе на Ленни Рифеншталь. Но, к счастью, тогда не было твиттера, чтобы она сказанула что-то, что меня сильнее всего выбесило бы. Но она показывала только рейх в фантазиях, и ее часто клеймят за это. А Горького, который откровенно наврал про благополучие Соловков, что, мне кажется, выглядит как издевательство над всеми. Нет, на Булгакова, который родом из Киева, наезжает за то, что он был недостаточно патриотом, если не хотел воевать и умирать за УНР, а просто был врачом при всех властях, которые тогда прошли через Киев за короткое время. Хотя, мне кажется, просто хотеть спокойной жизни не грех. Но в глазах многих он лучше бы умер тогда, а не в забвении бедности, в последние годы создавая мастера и Маргариту, которую не было надежды сдать. И у нас есть, опять же, памятник эпохи, и куда более ироничный, чем то, что делала Ленни Рифеншталь. Но, по мнению многих, он успел зашквариться жизнью при Сталине. Что для авторов редкая удача. Они обычно при Сталине быстро заканчивают эту жизнь. И главное, что я хочу сказать, геройство и жертвенность — это выбор, от которого они только краше. Требовать их как отдачи долга по определению, тем более как-то конкретно и желательно ценой жизни, показывает требующего как не лучшего человека, мне кажется. И обычно этим занимаются тоталитарные режимы. Или те, кто их косплеит, стараясь сохранить власть. Достоевский — хороший пример отпечатка времени и места вместе со своими трахами, заблуждениями и найденной на каторге религиозностью. Судьба многих авторов — это вообще отпечаток эпохи. И почти со всеми умершими сейчас, я уверена, мы бы не согласились. Но это не нужно. Мы можем получать от их произведений то, что мы хотим, не перенимая то, что нам не нравится. Но это нас учит. С одной стороны, интересно воспринимать произведения абсолютно вне контекста авторства, но я против радикальной идеи смерти автора. Потому что искусство — не только это художественное произведение само по себе, это часть истории, которая раскрывается через все стороны. И её создание, и её сюжет, и то, что вкладывал автор, что можно увидеть через его дневники, письма друзьям и всё такое. И даже через мелкие бытовые моменты и тем более чувственную идейную сторону этих историй. Но мы можем оценивать это всё сами. Мы же не говорим, что летописи плохих событий лучше бы не писались. Или если это делает плохой человек, то летопись надо выкинуть. Даже зная, что историю пишут победители, все источники важны и показывают, чем жили люди, во что они верили, что им говорили. И даже мы и своими произведениями, и спорами оставляем такой отпечаток в будущее. И думать об этом очень чудесно и вдохновляюще. Чувствуешь себя чуть менее маленьким и бессилем. Спасибо, что послушали. Мне очень интересно ваше мнение. Поделитесь им, пожалуйста. Вы можете познакомиться с моим комиксом по ссылкам в описании. Смотреть процесс его создания. Теперь и тут на ютубе, например, во влогах. Комиксисты. Мне правда очень интересно, что вы думаете на этот счёт. Поделитесь, пожалуйста. Мира вам, здоровья, всех шансов для реализации. И лучшей жизни, чем было до нас. Пока. 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 Продолжение следует...